Сегодня Координационный совет по телерадиовещанию анализировал итоги очередного мониторинга, который проводился с 9 по 15 марта. Нарушения обнаружили у всех каналов, которые ретранслируют российские новости. При этом, как выяснилось, проверить данные мониторинга уже невозможно. Рапорт относится прежде всего к периоду 9-15 марта. Данные мы получили как телеканал 8 мая. Согласно законодательству, мы должны хранить записи 30 дней. То есть фактически у нас сейчас нет физической возможности перепроверить все высказания, которые были указаны в данном рапорте. Руководство РТР Молдова уже готовит обращение в суд, так как это не единственное нарушение, которое, по мнению Евгения Сергеева, допустил к СТР. К слову, аналогичный вопрос суд уже рассматривает, так как прошлогодний мониторинг совета компания РТР Молдова также обжаловала. В этот раз Координационный совет даже хотел лишить канал рекламы на трое суток, но в результате ограничился максимальным штрафом. С телеканалом «Россия-24» члены совета обошлись еще радикальнее. Его опять полностью запретили. Кто за приостановку вещания телеканала «Россия-24» посредством поставщика услуг, которые находятся под юрисдикцией Республики Молдова, прошу голосовать. Единогласно. Снять запрет обещали, когда Россия ратифицирует Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Пока же всем телерадиовещателям предложили отказаться от российских новостей, а лучше и вовсе от сотрудничества с российскими каналами. Координационный совет по телерадиовещанию уже давно прилагает усилия, чтобы обезопасить информационное пространство Молдовы, но без поддержки вещателей мы не можем продвинуться на этом пути. Поэтому нам нужно, чтобы вы осознали вашу роль, отказались от новостных выпусков, информационно-аналитических передач, комментариев, произведенных в Российской Федерации, отказались от контрактов с российской стороной и производили больше отечественного медиапродукта. Всего за нарушение в освещении ситуации в стране и мире наказали пять телеканалов, которые ретранслируют российские новости и аналитику.